Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале! Давно не делала заказ Фаберлик, да все как-то времени не было. Я делаю в интернете, сажусь спокойно и делаю заказ. Ссылочка будет под видео, посмотрите, если кому интересно. Много новинок, много интересного. Что-то я заказываю по несколько раз и вот такой вот заказ получился. Что ж, приятного просмотра! Начнем, наверное, с хозяйственных покупок. Вот то, что я покажу, это, скорее всего, новинки, потому что, как появляются новинки в хозяйственной части, я все заказываю. Потому что они у них, ну, как бы, очень хорошего качества, долго служат и я пользуюсь с удовольствием. Первое, что я заказала, это такая скатерть. Скатерть на стол, для того, чтобы не повреждать поверхность. Она есть в двух видах. Я заказала такой золотисто-бронзового цвета и, по-моему, есть еще серебро. Довольно-таки большая, если посмотреться, приглядеться. Даже меня не видно. Так, стемнело. Так что вот, интересная скатерть. Можете заказывать. Следующее, что у них появилось, это такая яйцерезка. Вы знаете, вот, можно резать, конечно, не только яйца, но и какие-то овощи. Там, картофель, мне кажется, свеклу можно, еще что-то. То есть, такое-нибудь мягкое. Очень хорошо сделано, внушительно смотрится. Здесь фирменный значок написано «Фаберлик», вот само основание и три такие накладки. Здесь в основании идет стальная пружина, даже не пружина, а стальная леска, можно так сказать. Первое, вот это зелененькое, такие вот полосатые полосочки получите, если разрезать, например, яйцо. Бум-бум. Второе, это получается вот желстенькое, такие вот, как бы звездочки, наверное, можно так сказать. И здесь две лески, и получается такие, типа, квадратиков, ну, что получится, то и получится. И само основание для того, чтобы нажимать, ну, то есть, понимаете. Но мне понравился вообще вот этот вариант исполнения. Складывается все, хранится компактно. Следующая, это вот такая металлическая овощечистка. И она непростая, и она какая-то фигурная, я таких не видела. Интересная, что получится с ней чистить, резать. И на самом деле она очень интересная. У них вообще вот такая вот кухонная мелкая техника, она очень интересная, очень качественная, прям выполнена. Ну, ура! Можете смело заказать. Я уже делаю много-много таких подобных заказов. Пользуюсь вот этими кухонными гаджетами, я их обожаю. Появились у них в продаже пледы. Я обожаю вот такие подобные предметы для быта. Они создают уют, какое-то спокойствие, наверное. Люблю укрываться, взять книжечку, почитать, там, посидеть перед телевизором. Вот этот плед, это размеры 170 на 130. У него с двух сторон такие вот махнушки. Конечно, это 100% акрил, но в то же время он мягкий, не лезет, не сыпется. И цвет такой, знаете, нейтральный, такой светло-светло-бежевый такой рубчик с белым. Очень красиво смотрится. Я уже его использую во всем, мне нравится. Вот эти вот два предмета, по-моему, дали мне в подарок, насколько я не ошибаюсь. Влажные салфетки они были. Их дают за заказ, там, по-моему, от какой-то определенной суммы. Там накапливаются баллы. Если вы в Фаберли, кто знаете, что у них там очень много всяких подарков, скидок, всяких вот таких вот поощрительных призов. Ну, то есть там много чего интересного. И вот в основном вот в каждом заказе у меня получаются какие-то небольшие подарочки. Приятно. И вот такое вот чистящее универсальное средство. Это для кухни, ванной. Бытовая химия мне у них очень нравится. Постоянно беру какие-то порошки, кондиционеры, освежители воздуха. Так что они недорогие, но и в то же время выполняют свою функцию на ура. Как-то я вам показывала, что я беру для ухода за обувью. Это спрей-защита. Она у меня закончилась, очень хорошо работает. Это особенно если сырая погода. Перед тем, как выходить, побрызгаете обувь. И она, конечно же, меньше промокает. Вообще подходит и для гладкой кожи это спрей-защита, и для замши, и для велюра, нубука, текстиля. То есть любую обувь можно защитить от сырости. И мини-губочку для сумки. Я взяла у меня обувь из замши. Она специально предназначена для нубука и замши. Увидела интересное дрожжо-жевательное. Это дрожжо-жевательное для заряда интеллекта. Так написано. Для того, чтобы повышать умственную работоспособность, чтобы голова была ясной. Много работаю. Думаю, надо взять попробовать. Работает, не работает. Здесь у нас такие дрожжи белого цвета, бело-серого цвета. Но пока не пробовала. Попробую. Поможет, не поможет. Конечно же, это не лекарство. Это такой дополнительный биологически активный продукт. Дальше перейдем для ухода за кожей, для кожи рук, тела, лица. Помады, новиночки я заказала. Все покажу, как в деле это все смотрится. Вот у них есть, я на зиму всегда беру крем для защиты от непогоды, для рук и для лица. Сейчас я взяла для рук. Это зимний крем. Концентрат для рук. У них он уже давно, но поменялась упаковочка. Стало так красиво смотреться вообще. Туалетную воду я практически не беру. Единственное, только если на подарок. Для сестренки заказала вот такую туалетную воду на такой дорожный вариант для сумочки. Небольшой объем. И если уж совсем не понравится, конечно, попробовать у меня возможности не было ощутить этот запах. Я взяла уже на бум то, что ей нравится. Здесь вот он такой цитрусово-свежий аромат. Номер 3318. Написано парфюмерная вода для женщин. Здесь небольшой тюбик. Красивая такая упаковочка нежная. И запах. Конечно, не совсем мой, но я думаю, что вот она сегодня хотела подойти. Я ей сказала, что заказ пришел. И думаю, что ей понравится. Вот прям ее аромат. Чувствую я. Красивые упаковочки. Это смузи для душа. Очень-очень приятный аромат. Цвет такой красивый. Небольшая такая бутылочка. Это суперфуд. Идет серия. И ягоды асай. Но мне вот эти ягоды асай почему-то напоминают ягоды черного винограда. И запах, и аромат. И на картинке вроде как похоже. Что за ягоды асай? Напишите, пожалуйста, если вы знаете. Следующее, что я уже начала пользоваться. Вот эта вот новиночка, по-моему. Я ее не видела. Но если бы я видела, я бы заказала бы, наверное, уже, наверное, десятый раз. Потому что это нечто. Во-первых, это идет гипоаллергенный уход для любой кожи лица. Подходит для чувствительной кожи. И это крем. Вот знаете, я такого никогда в жизни не встречала ни у одного производителя. Крем. Капиллятор протектор. То есть, если капилляры близко расположены. Если идет покраснение на морозе. Да все такое, вот с чувствительной кожей может происходить все, что угодно. И я начала пользоваться. Это нечто. Вот, девочки, поверьте, если у вас очень сухая кожа. И вот такие вот проблемы, про которые я вам сказала. Обязательно приглядитесь. И если вот чувствительная кожа. Он, знаете, что делает? Он, как бы, улучшает, наверное, кожу. Вот, если на улице очень холодно. У меня начинает, ну, как бы, вот сегодня было очень холодно. Она меньше краснеет. То есть, как бы, в норме. Я не знаю, что она делает, но вот с капиллярами, которые у меня очень близко расположены, у меня прям творятся чудеса. Поэтому приглядитесь обязательно к этому крему. Новиночка. Это мусс-крем для умывания из серии Биомика. Вот в такой красивой упаковке. Это крем для умывания, который хорошо удаляет загрязнение. Я очень давно пользовалась когда-то подобным кремом. Потом как-то отошла я от этого. И сейчас опять, думаю, надо заказать. Мне нравилось. Можно им пользоваться двумя способами. То есть, нанести на руку немножечко, добавить воды и умыться. Второй способ это нанести на ватный диск и смыть косметику. Мне нравится больше первый вариант. Пользуюсь с удовольствием. Очень хороший. Мне понравится кожа. Совершенно не сушит. Ну и новиночка. Вот у них появилась такая серия. Это серия Варио, если я не ошибаюсь. Подходит для любой кожи, для любой ситуации. Пока еще только-только вот собираюсь пользоваться. У меня пока чуть-чуть остался один крем, который нужно закончить. И я перейду на этот замечательный крем, который обещает производитель по свойствам. Не содержит парабенов, спирта, всяких масел. Читала отзывы про него тоже такие, как бы хвалебные отзывы. Но кому как. Поэтому я про него пока еще ничего не могу сказать. Если вы знаете и пользовались этой серией, то напишите, пожалуйста, под видео, как она вам. Заказала вот такую зубную щетку. И вы знаете, сейчас я смотрю, что я не напишу, что она детская. Придется подарить мне племяшки одной, какой понравится. Но у нее, я просто не посмотрела. У нее на самом деле действительно маленькая такая вот головка у самой зубной щетки. И для взрослых она не подойдет. Так что от 6 плюс она идет. Придется подарить младшей. Ну а дальше я вам покажу помады, блески. Тут у меня их 5-6 штук примерно. Покажу на себе, как это смотрится. И вот одна из этих помад, из новинок у меня на губах. Мне она понравилась, как она используется. Как держится, не растекается и не сушит губы. И в то же время она как бы вот такой вот влажный эффект создает. И сейчас давайте к этому поближе. Уже буду показывать на себе и ближе вам покажу. Эта помада совершенно новинка. У них не было, появилась. Я заказала 3 цвета. Все вам покажу. Это первая помада номере 40615. Она магнитится. То есть очень легко закрывается и открывается. И вот такого насыщенного красного цвета. не сушит губы, что хорошо. Вот такой блеск для губ. Больше можно сказать, что это жидкая помада. Это ту глэм, либо глосс. У него очень интересная щеточка. Необычная, таких не было. И пахнет какими-то карамельками. Очень приятный такой аромат. Практически очень долго держится на губах. Где-то часов 5, наверное. Потом можно подправить. Но мне понравился. Это номер 40594. И вот так вот выглядит сводчик на руке. Еще одна помада. Это в номере 40623. Атласное такое покрытие губ. Цвет очень приятный. Носибельный на каждый день. Очень такой влажный, финишный эффект. И долго держится. Мне понравилась помада. Подобная помада. Они совершенно как бы не одинаковы, конечно. Но это номере 40624. Тоже такое атласное покрытие. Есть небольшое отличие. Как бы она немножечко поярче, что ли. Больше розовинки в ней. Но я люблю такие помады на каждый день. Поэтому заказала практически две одинаковые. Вот можно посмотреть. Такая вот помада. Название у нее Marvel Shine номер 40753. Тоже в таком цвете. Носибельном на каждый день. Она похожа на две вот эти помады. Но немножечко, мне кажется, больше розового. Я заказывала подобную помаду. Но цвет пришел не совсем то, что мне нужно было. А вот этот цвет меня хорошо устраивает. Ну и последняя новинка, которую я хочу вам показать. Это жидкая матовая помада. У нее кисточка точно такая же, как у этого блеска для губ. И она матовая. Немного подсушивает губы. Но я сверху наношу блеск. Блеск как бы впитывается. И не так сильно сушит губы. Конечно, в зимнее время пользоваться только по особым случаям. По крайней мере для меня. Но цвет очень красивый. Очень красиво ложится. Без всяких проблем. Ну вот, есть такое, что подсушивает. Ну и многие матовые помады этим грешат. Друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. До следующих встреч. Продолжение следует...